Всем привет! Добро пожаловать на DIY идеи для творчества. Сегодня я покажу вам как связать на спицах вот такой шарф из очень объемной пряжи с жемчужным узором. Вяжется он довольно легко и в принципе достаточно быстро. Я использовала спицы номер 15, так что вязка получилась вот такая крупная и с вот такой красивой структурой. Шарф очень мягкий и пушистый и конечно же теплый. Я использовала пряжу Starlight. Мне нравится эта марка, я ее часто использую и чаще всего одного клубка как раз хватает на целый шарф. Пряжа намотана и мне нужно будет ее распутать. Итак, здесь 150 грамм 97 метров. Это стопроцентный акрил. Рекомендуется использовать 12 спиц, но я буду использовать 15, чтобы он получился еще более объемным. Итак, теперь можно начинать. Сейчас я сделаю клубок. Вот такой у меня получился. Складываю его в сторону. Я отмотала немного начальную нить примерно 30-40 сантиметров и я буду начинать с набора петель. Надеваю петлю на спицу, натягиваю нить между большим указательным пальцем и здесь провожу снизу, здесь сверху и вот на моей спице уже две петли. Снизу, сверху три, снизу, сверху четыре. И таким образом я набираю 16 петель. Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать и так все 16 петель готовы. Уже видно какая-то толстая пряжа. Получается очень объем. И вот здесь у меня остался кусочек начальной нити около десяти сантиметров. Так что длины нити мне как раз хватило. Теперь я все переворачиваю вот так, чтобы набранные петли были у меня с левой стороны. Затем я беру нить на руку и просто снимаю первую петлю, перекидываю ее на правую спицу. Следующую петлю я буду делать лицевую. Затем изнаночную. Снова лицевая. Изнаночная. И так я продолжаю попеременно до конца. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. Изнаночная. И последняя петля у нас получается лицевой. В этом изделии, обратите внимание, у нас каждая последняя петля в ряду будет лицевой. Так вот получается. И я снова все поворачиваю, чтобы вязание оказалось слева от меня и я могла бы вязать слева направо. Так. Первую петлю опять перекидываем. Нить кладу поверх спицы. Смотрите, вот здесь у меня петля, которая выглядит лицевой, но которую я провязывала изнаночной в предыдущем ряду. С этой стороны она смотрится лицевой и над ней я начинаю вязать, начиная с изнаночной петли. То есть в вертикальном ряду лицевые и изнаночные петли у нас будут чередоваться. Когда я вяжу изнаночную петлю, вяжу на дне лицевую. Ну и не забываю, что в ряду петли тоже чередуются. Так. Изнаночная, лицевая и изнаночная, лицевая и так далее. Последняя петля получается лицевая. Ой, я думала, что это последняя, а тут у меня еще две, я их не заметила. Так бывает, когда вяжешь на круглых спицах. Так. Вот. Еще две, даже три, три петли у меня. Я их не заметила. Так. Хорошо. Значит, мне нужно довязать. И так я провязываю, значит, изнаночную петлю. Лицевую. И последнюю мы провязываем снова изнаночную. Точнее лицевую. Так. Здесь протягиваю нить и подтяну. И вот все петли снова на одной спице. Все 16. Я еще раз пересчитаю их. Так. Все на месте. Сейчас покажу еще один ряд. Так. Первые петли перекидываем. И смотрим. Нижняя петля выглядит изнаночной. Так что я начинаю с лицевой. изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. и таким же образом продолжаем лицевая изнаночная лицевая и последняя петля нас лицевая как нам и нужно в этом ряду так и должно быть но в тех рядах где последняя должна быть изнаночная все равно буду привязывать лицевую чтобы край получился красивым и вот вы уже видите этот симпатичный рисунок получается вот такие жемчужинки такой же черный узор и шар получается очень-очень плотным и очень мягким и таким образом я продолжу до конца клубка вот посмотрите как получается узор очень-очень красивый вот они эти жемчужинки смотрятся отлично и шарф получается действительно очень плотным и очень мягким ну вот у меня осталось совсем немного пряжи посмотрите совсем чуть-чуть и я не буду использовать для того чтобы снять вязание со спец и нити конечно нужно будет спрятать но в целом шарф уже готов так я продолжаю как и раньше перекидываю первую петлю затем смотрю у тебя для меня здесь внизу и начинаю с изнаночной и я беру первую петлю протягиваю и через вторую петлю и таким образом я закрываю петлю дальше следующая лицевая и беру первую и протягиваю через вторую так снова изнаночная притягиваю дальше лицевая притягиваю изнаночная притягиваю и таким образом я продолжаю до конца итак я дошла до последней петли вытягиваю и у меня на спице остается всего одна петля вытягиваю до конца, потяну, все, готов, такой получился заключительный ряд и шарф готов убираю спицы, вот еще раз посмотрите на этот чудесный крупный рисунок даже с 15 спицами шарф получился очень-очень мягким и структура действительно очень красивая мне очень нравится как получилось надеюсь вам понравилось это видео если это так ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на мой канал не забывайте нажать на колокольчик чтобы первыми узнавать о выходе следующих видео и увидимся с вами в следующий раз на DIY идеи для творчества всего хорошего пока пока